Приветствую всех зрителей, с вами Катархонт, это Харцов Файленд 4 и партия за королистскую Испанию. А целью данного ролика будет выполнить ачивку на захват Франции. Притом на полный захват, а не просто на повоевал, завоевал, до конца войну не довел и радуешься ачивочке. Нет, надо будет до конца войну довести, разобраться с союзниками и победить, как вы понимаете. Заодно попутно я выполню еще ачивку и на захват Гибралтара. Сама ачивка, как вы понимаете, требует нам пойти по пути поддержки традиционалистов и привести к власти Бурбона. Я отыграл 5 раз, потратил на это на самом деле часов 15, если не больше. Просто я не все записи оставил, поэтому точно сказать не могу, но первые попытки были самыми длительными, самыми сложными, а страна кроме того еще бывает забагована и немного недоделана. Об этом я вам расскажу по ходу ролика, а пока усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку и приятного просмотра. И заодно позвольте вам представить спонсора данного ролика. Rens Game. Игровой канал, где вы найдете нарезки по играм. Игры на канале совершенно разные, от любимой вами Hearts of Iron 4 до Dying Light и многое-многое другое. Нарезки он старается делать смешными, не особо затянутыми, как видите ролики в основном минут по 10-14 и не более. Канал активно развивается, ролики выходят не так часто, но автор старается следить за их качеством. Так что если вы хотите весело провести время, не скучно покушать или же еще как-нибудь развлечься, то советую перейти на данный канал. Ссылку вы найдете в описании, зацените ролики. И если вам понравится, то подписывайтесь и поддерживайте данный канал. А теперь погружаемся в игру. Суть здесь такова. Я разделю на два этапа, скажем так, на гражданскую войну и на события после. Начнем мы с вами, конечно же, с гражданской войны и, как логично, мы выбираем с вами Великую Испанию пирофокуса. Левую веточку, которая нам позволит потом уйти к традиционалистам. Собственно, берете фокусы по порядку, там особых выборов нету, разве что потом только с Франко. Но тут, как хотите, особой разницы для карлистов в этом не будет. Самое важное, зачем надо следить, так это за решениями. Где появится раздел, во-первых, сколько вам останется до восстания. Ряд решений, которые вы можете прожимать, и они будут те или иные бонусы вам давать. И также контрмеры, которые против вас принимает, как бы, искусственный дилект, который идет за республиканцев. На выборы республиканцев вы никак не можете появлять. И единственное, что вам остается, это как можно быстрее довести до гражданки все это делать. Поэтому, как только вам будут доступны решения, сразу же прожимайте на там подавление забастовок, на поколебать лояльность лидера. Тут что вам хочется. По сути, роли особо не сыграют, выбирайте, что вам интереснее. Единственное, я бы, наверное, не советовал давить забастовки, потому что толку особого от этого нету. Все равно, как гражданка начнется, никаких забастовок у вас с модификатором не будет. Поэтому выбрасывать ради этого политические очки достаточно странно. Но вам обязательно надо прожимать эти решения, потому что они сокращают время до военного переворота. В то время как фокусы, которые у оппозиции, они, наоборот, увеличивают это время. И вам надо все время эти решения прожимать. И второй пункт, зачем вам надо слить, это за поддержкой гарнизонов в регионах. Как видите, да, на карте то, что над каждым регионом такой знак флага и три крестика изначально. И каждый уровень поддержки, который вы прожимаете, он идет 14 дней, и у вас один крестик меняется на галочку. То есть первый уровень поддержки у вас есть. И так постепенно можно докачать до третьего. Но опять здесь не все так просто. Оппозиция будет вам мешать. И периодически в этих регионах будет контрмера принята, и ваша поддержка уменьшена на одну позицию. С этим особо никак не поборешься. Это единственное, что можно накидывать на многие регионы по одному уровню. И тогда более-менее хотя бы часть регионов ты под свою контролю возьмешь. Почему я выбрал именно быстро? Потому что это ачивка, и многие, кто смотрит меня, хотят сделать ачивки быстро, качественно и без особых сложностей. И именно такой способ я сейчас расскажу. Суть в том, что вы изначально поддерживаете южные регионы, те, которые являются национальными для республиканцев. Это Каталония, Андалусия, Кордова, Гранада там. В Мадридик можете залететь, Валенсию, можете в Мурсию. Тут уже как кому удобнее, хотя Мурсию я, честно говоря, не трогал ни разу, и в целом нормально. Ее можно так подмять без проблем. И кроме того, начальную армию, те 17 дивизий, которые у вас изначально, вы расставляете на победной территории в этих же регионах. Ибо когда начинается гражданка, примерно половина, да может быть даже меньше, этих дивизий остается под вашим контролем на тех местах, где они были. То есть бамс, и у вас уже захвачена немалая часть территорий противника. Естественно, там нужно добиться хотя бы первого уровня поддержки, чтобы еще дополнительные дивизии появились. И как видите, у меня все идеально сыграло, лишь Каталония у меня не стала моей. Поэтому пришлось прибираться к Барселоне. Это заняло мне примерно где-то две недели, и все, на этом победа. Естественно, при этом я еще пустил войска на быстрый захват Мандрида, специально с разных направлений. Также на севере к победным городам. Ну и в регионах, которые под мой контроль пришли, я тоже старался забрать победные территории противника. В итоге достаточно быстро мы с вами победили. Я дошел до этого и сам, и при этом мне помог один английский канал, который тоже это выложил. На эту гражданку я, честно говоря, убил много времени. Такабус или баг, я даже не знаю, который позволяет выиграть здесь моментально, честно говоря, удивляет. Но он есть. Поэтому, если хотите, можете пользоваться. Нет, можете воевать по-настоящему, серьезно. Но это несколько затруднит выполнение ачиферии. Хотя, челлендж это всегда хорошо. И, как я говорил ранее, если вам будет интересно, то я покажу и второй вариант. Где, несмотря на долгую, кровопролитную, тяжелую войну и потом восстановление, все вышло в целом неплохо. С начальным этапом на этом все. Если что-то непонятно, то спрашивайте в комментариях. Я обязательно постараюсь ответить. В целом, этот способ вполне себе рабочий. Возможно, через время уберут такую возможность быстрой победы. Хотя, по-моему, это логично. И они запрограммировали так, что это тоже возможно. Ну да ладно, переходим постепенно к восстановлению после гражданки. И становлением самой сильной нации, можно сказать, в Европе. В итоге, у нас все фокусы с вами пропущены. Нам не надо их прокачивать, тратить время. И гражданки у нас теперь тоже с фашистами не будет. Этот фокус пропущен. Кроме того, в решениях он тоже пропал. То есть, 4 августа 36-го года мы с вами уже спокойно играем за карлистов. У нас открыты дальнейшие фокусы. Мы продвигаться можем с вами на захваты соседей без каких-то проблем. То есть, нас ничто не ограничивает. Кроме, как вы понимаете, восстановление после гражданской войны. И разделенные хунты у нас до сих пор есть. К сожалению, она у нас не ушла. Да, вот это печально на самом деле. Потому что стабильность недели минус 0,5. И с этим мы ничего не поделаем. И атака дивизии защиты. Возможно, это как-то обновится, но я сомневаюсь. Вопросы наследования. И здесь выбор между двумя королями. Первый у нас Хавьер Бурбон Пармский. А второй у нас Династия Альфонса 13-го восстановить. Нет, давайте кому Бурбона, так как это необходимо для ачивки. Восстанавливаем Монархию. Прекрасно. И Испанская Монархия восстановлена. Священный Король. Стабильность плюс 10. И все бы прекрасно. Но разделенную Королевскую хунту у нас все равно от этого не убрали. Ибо логично было бы все-таки убрать, так как мы уже не являемся разделенной хунтой. Но что есть. Проводим с вами восстановление Иберийского союза. И смотрим, что нам ответит Португалия. Отклоняют, к сожалению. Ну да ладно. Тогда придется побывать. Мирно, как говорится, не удалось. Поэтому погнали войной. И посмотрите, весь фронт зеленый у нас, потому что операция была подготовлена. И по итогу, как видите, основные города мы с вами забрали. Капитуляция. Португалия. Ну и у нас цель забрать. В принципе, да. Захватываем все регионы. Смысл нам оставлять это дело. Бамс. Все. Теперь у нас Иберия полностью под нашим контролем. И в целом немножко, но есть, скажем так, фабрик военных заводов, чтобы выживать. Ну что ж, отберем испанские Нидерланды. Да, тут сейчас на самом деле самая проблема в том, чтобы вовремя вот так вот остановить. Не дать дальше времени пойти. Мы получаем цели на войну, как вы понимаете. И сразу же объявляем. Дело в том, что если мы не дадим пройти времени никакому, то гарантов нет. Преимущество уже наш флот взял. И погнали. На второй, на третьей скорости давай. Смотрим первая высадка. Поплыла. Удаляем сразу же план. И отправляем следующую. Заранее с вами подготовили. Все. Две высадки у нас с вами идет. Это 20 дивизий. Это немного. Но постараемся одолеть. Все-таки здесь 4.12, здесь 3.19. Ну, как бы не так уж и много. По фокусу мы, видите, неплохо так продвинулись. И, кстати, данным сразу же добровольцы от Италии и Третьего Рейха. Они все-таки за нас. В целом это, кстати, хорошо. Наши войска дружно очень плывут. Никакого сопротивления не встречают. Ну и да. Тут под Амстердамом пусто. Даже можно было, кстати, в порт. Я не рассчитывал то, что там будет так свободно. Но все-таки, смотрите. Свобода прям действует как не хочу, да, называется. Отлично. Десяточка здесь есть. И можем расширять свое влияние. Амстердам вообще стоит. Ой, да уж. Это, конечно, странно. Но оставить свободным Амстердам, это надо постараться. Ладно. Залетаем. Нам-то что переживать. Забираем территорию. Так. Смотрите, как неплохо с вами здесь уже по побережью прошлись. Ну и наша кавалерия здесь творит просто чудеса. Забирая все основные территории. Но Роттердам мы еще, да, не обронили. Поэтому рановато пока радоваться. Проатакуем. Здесь уже окруженица. Так, Брюссель надо брать. А Брюссель мы можем, наверное... О, отлично. Все, Брюссель сдали. В лес сейчас надо было войти. Все. Бельгия готова. Мы с вами полностью захватываем все регионы. Без вопросов. Отлично. Ну и остается, как вы понимаете, добить вообще немножечко. Всего, навсего Нидерланда. А, ну там еще Люксембург точно. А про Люксембург-то я и забыл. Погнали, его тоже заберем. Ведь я как-то... Знаешь, внимания на него не обратил. Он сейчас ведь обидится так. Потому что я на такой грозный город не обратил внимания. Все. Нидерланда капитулирует. Захватываем. Здесь, конечно, можно... Знаешь, как сделать? Захватить эти регионы и оставить ее марионеткой вот здесь. Тем самым сохранив флот. Он небольшой, но все-таки нам не помешает. А, к сожалению, я не могу марионеткой сделать голландского стындзя. Эх, обидненько на самом деле. Ну да ладно. Вот так вот прожимаем марионеточку. Все. Прекрасно. У нас Нидерланды марионеткой. Флот их сохраним, а центральную территорию заберем под себя. Ну и остается нам с вами забрать Люксембург, который тоже падает. Ну тут, как говорится, захватываем все регионы. Даже думать не о чем. Все. Прекрасно. Мы с вами в целом-то такой Блицкриг сделали. Бенелюкса забрали под свой контроль. Это, безусловно, хорошо. За 27 дней с вами справились. У нас такая промышленность подросла. Она, конечно, не сильно подросла, с учетом того, что теперь регионы эти, скажем так, не дают нам много фабрик, пока мы здесь не поднимем подчинение. Но тоже неплохо. Решение на национализацию требует минимум 35 подчинений. Оно у нас уже есть. 40 политических очков. И, конечно, самое неприятное, это 10 опыта. То есть 5 регионов мы сейчас можем взять, но у нас политки мало. И политку, кстати, приходится периодически тратить на повышение стабильности. Сейчас, к примеру, идет у нас как раз это повышение стабильности с помощью улучшения рабочих условий, как видите. Неприятно. Но что делать? Погнали. За 70 дней будем возвращать территорию под свой контроль. Рейтеры их исследуют. Данцик или война? И, как вы понимаете, это то самое время, когда можно сделать вот так вот. Объявляем войну. Да, и получаем войну с союзниками. Делать нечего, но сейчас свободный фронт. А это означает лишь одно, что надо как можно быстрее лететь к Парижу. Я здесь ставлю ему... Ну ладно, давайте не буду уж ставить такую прям грозную атаку. Давайте обычную ставим. И просто летим. Нам сейчас надо с вами успеть как можно больше победных территорий забрать за это время. Иначе, как вы понимаете, капитуляции не будет. А нет капитуляции, нет и пира во Франции. Гибралтар пал. Отлично. Париж сейчас тоже падет. Нам добровольцы идут как раз от третьего рейха. Так, сколько там до капитуляции французов? Остается... Да, что ж ты? Все. Фух. Франция капитулирует. Замечательно. 5 сентября 1939 года мы с вами забрали всю Францию. Да, безусловно, здесь есть высадки противников. Тяжеловато в некоторых местах. Французов он тут атакует меня. Но это не критично. Все-таки Францию мы с вами забрали. Сейчас еще начнется Данцик или война. И вообще замечательно. В итоге британцы зажаты, как вы понимаете. И сейчас будут уничтожены. Очистили всю Францию. Потери, как видите, 39 тысяч против 134. Да, красота, неплохая промышленность, но как бы все равно все плохо. Дальше-то войну надо вести. Меня радует вражеское превосходство в 200 всего. Да, это приятная вещь, но, к сожалению, я пока воспользоваться не могу. У меня потому что даже высадки не готовы. Польша отвергает ультиматум Германии. Замечательно. Начинается сейчас война. Британия вступается. И мы можем проситься в Альянс. Эх, к сожалению, не можем попроситься, потому что ноль... Фашизма нет. Не знаю, призовет ли он нас сам. Он сам, кстати, призывать может. Это было бы неплохо, если бы он это сделал. И вообще флота здесь уже нету в Ла-Манше. Ну, спасибо, конечно, за доброту. Ну, хотя бы пакт о ненападении они нам согласны кинуть. Это уже неплохо. А можем попроситься в Альянс, кстати, да. Реально мы можем в Альянтик вступить. Хм, интересное дело. А, да, из своющих сторон сильных только Соединенных Крест. Опа. Советский Союз добровольцев ждет. Прекрасно. Ну и вступление в ось. Я не знаю, надо ли нам это дело на самом деле. Ну да ладно, давай рискнем. Ла-Манш, преимущество. Погнали брать. Долго будет быть, конечно. А, уже готов. Ну, погнали. Две, как видите, высадочки есть. Еще две поплыли. Ой, хорошо. А мне вот вопрос, кстати. А могу ли я открепить одни дивизии и закрепить на них еще другие? То есть, вот у меня есть план. Могу ли я сюда закинуть еще пятюню, типа, и отправить их? Вот это мне всегда интересовало, на самом деле. А. Не, не могу. К сожалению, такое уже не провернуть. А то было бы классно. Типа, они плывут, и ты еще можешь добавить на готовые. Ну ладно. Пускай плывут, какие есть пока. Ну, как вы понимаете, да. Здесь есть сопротивление у британцев. То есть, они не пустые. Не пустуют. И есть места, где проблемненько будет. Но ничего. Я думаю, мы с вами разберемся. Три дивизии, конечно, в дворе меня не радуют. Но, ой, они начинают сразу же убиваться. Да, глупенькие. И да, этими же высадками можно пользоваться еще раз. Типа, я высадил, и я опять могу ими по пятюне так и закидывать. Если брать те дивизии, которые еще не проплыли, то ты ими не можешь воспользоваться. А другими, пожалуйста, планами. Они плывут, радуются жизни. Отлично, мы соединились только что. Все. То есть, здесь уже у нас контроль. Здесь уже нашим войскам будет. Ага, шифр. Сломила. Но, не страшно. Ну, сломили, сломили шифр. Мало ли что бывает. Так, здесь мы тоже закрепились. Наш вклад, кстати, 51% всего на все. Очень интересно, почему. А, ну битв мало. Логично, в принципе. Хотя, как бы, все равно. Я немалый вклад вношу, но вот так вот рассчитывается. Пожалуй, я вступлюсь, наверное, вось. Но мне это не особо нужно, как таково. Но просто, чтобы было, и чтобы он потом нас такой, типа, ать, и не кинул никуда. Уже, как видите, Лондон окружен. Отлично. Мы его можем, в принципе, со всех сторон сейчас пробивать. Там сегодня ничего дивизиита осталось. И с Хала мы сейчас в Литц выбиваемся. В Нью-Кассел как раз таки. Ливерпуль тоже сейчас падает. Ну и из Ливерпуля бежим в Глазгу. Лондон, как видите, капитулирует. Ну и все. По сути, это победа. Сколько там нам остается? Чуть-чуть вообще и Соединенное Королевство падет. Американцы, как видите, вступить в эту войну не успели. Тем самым нам вообще прекрасно. Все. Капитуляция. И 889 у нас. А, мы с Францией даже не миримся при таком раскладе. Франция так, получается, полностью наша будет? Хо-хо-хоу. Ммм, приятненько. А вот и он, мир, скажем так. По результатам которого, Третий Рейх, к сожалению, влез в Британию. Но, к счастью, забрал не самые такие важные регионы. Кроме того, я влез в ответочку ему в Польшу. И забрал, собственно, Польшу марионеткой. Он в Африке немало чего насобирал. Но я тоже здесь надел марионеточек. Так что не переживайте. Территория подконтрольная есть. Также у нас Индия стала Испанской. Да-да-да, Испанская Индия. Канада, кстати, еще. Ну ладно, я думаю, сейчас будет мир. И здесь уже стопроцентный вклад наш. Отлично, французы сейчас станут нашими. Давай. Пожалуйста. Ого, спасибо. А 10 вклад все равно есть. Ну, захватываем все регионы французов. Завершаем ход. И готово. Посмотрите-ка. Бахнули с вами. Ну и сейчас должна, кстати, ачивка вылезти. Тур-де-Франц, понятное дело. Нам еще надо 20 велосипедных бригад набрать. И этот Тур-де-Франц у нас будет готов. А как видите, на два королевства у нас ачивка готова. Давайте найдем выполненных теперь. И вот она ачивочка. Один король, две короны. Да, 29 ноября 1939 года. Мы с вами выполнили эту ачивку просто моментально. Кроме того, мы сейчас состоим в оси. Нас из оси выкидывать, естественно, не собираются. Отношение хорошее. Мы владеем просто офигетиковой промышленностью. Если учитывать наш старт. Кроме того, у нас вассальная Британия. Вообще прекрасная вещь. У ней флот. И людей немерено. Так что жить можно и радоваться. Можно также сейчас плацдарм в Канаду делать. Потом еще и в Америку идти. То есть путей для развития дальнейшего у нас здесь просто немерено открыто. И в теории мы можем пойти на третий рейх. Единственный минус, который у нас есть, это разделенная хонта. И у нас с вами будет объем заводского производства. И произвести инверфей минус 50% рано или поздно. Ну а так мы с вами забрали все, что надо. И даже мы, кстати, взяли Гибралтар. И выполнили еще одну ачивку на контроле Гибралтара. Ачивочка простая, но она требует именно мира. Так что мы совместили с вами еще и ее. И вот она как раз на Гибралтар. Ачивка у нас тоже взята. То есть ее не просто по войне надо забрать у Британии победить. А надо именно по миру сделать своей территорией. Ну что ж, в целом-то давайте сейчас красоту сделаю. Вот по французским территориям. Наделаю здесь марионеток и покажу вам послевоенный мир. И вот посмотрите на наши африканские владения. Огромнейшее количество марионеточек. Во-первых, нам не надо тратиться на подавление в этих территориях. Во-вторых, они будут немало так рекрутов иметь. И мы будем пользоваться их армией. Да и при том, они по фокусу застроятся немножечко. И нам тоже заводы перейдут. Можете так-то посмотреть на Альянс АСИ. Да, вся Африка за исключением одной страны. Двух. Прошу прощения, двух. Еще ли берегу забыл. Находится под нашим контролем Европы. По сути, почти вся наша, за исключением Балкан. Здесь еще Индия наша. И, как вы понимаете, испанская Малая. Тоже наша. Да, у нас территории под своим контролем очень и очень много. Рейх сейчас ни с кем не воюет, как вы понимаете. И будет постепенно готовиться к вторжению в Советский Союз. Знаешь, мы сохранили польскую независимость в центре Третьего Рейха. Я думаю, он этому не очень рад. Ну так, конечно же, у нас очень много островов в Карибском море, как вы понимаете. Здесь мы отделили немало стран. И да, можем отсюда высадки в будущем в Америку клепать и делать. Флот у нас есть. Армии у нас тоже достаточно. И, как вы понимаете, уже следующим, ну, через фокус мы можем взять войну мщения. И получить войну с Соединенными Штатами. А у них армия не такая большая. Да, гигант уже пробуждается. Армия будет расти. Но можно вполне себе собрать армаду и ударить. А уж если будут под контролем Штаты, то понимаете, что Третья Рейх и все остальное уже не удел. И самое интересное, что я не успел даже восстановиться после Гражданской войны. То есть у меня еще три территории, а даже четыре, можно сказать, где-нибудь уничтожены партизаны. И у нас даже дух восстановления после Гражданской войны еще не закончился. То есть еще год с лишним он будет идти. А мы уже с вами восстановились так, что и не снилось. На этом моменте серия подходит к концу. Цели мы с вами добились. Ачивки получили. Кроме того, я создал реально мощное Испанское Королевство, которое способно стать единственным мировым гегемоном, подмять под себя все страны, если такое желание у нее будет. Подавайте свои вопросы и уточнения, если у вас какие-то из них будут. Кроме того, как я говорил ранее, я могу сделать еще один ролик по Испании, по нормальной Гражданской войне, где мне пришлось немало времени потратить на противостояние. Там были реальные войны, сложность, превозмогание, но в целом победа и потом, да, захват французов, которые я размещал постом в сообществе. Если вы не видели, то можете глянуть. Ну а на этом спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вы поддержите данный ролик своими лайками, если он был интересен. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои пожелания и советы, предлагайте какие еще ачивки взять. Может быть, у вас есть какие-то свои идеи и свои ачивки. Ну а мы с вами увидимся в новых роликах. До скорых встреч!